Ну и к культурным событиям. Год литературы в России завершили в традициях русской классики, масштабным балом. В областную столицу приехали школьники со всех уголков региона. В этот вечер они исполнили исторические танцы, вальс, контрданс, полонез, польку и мазурку. Литературно-танцевальное путешествие сквозь века отправилась в нашу съемочную группу. Вальс, полька, кадриль, разучивать движение многим пришлось в срочном порядке, чтобы попасть на самое масштабное событие в рамках года литературы в России. В основе знаменитый бал Наташи Ростовой. Готовились достаточно долго, репетировали танцы, подбирали костюмы, платья, прически. Чтобы окунуться в ту эпоху, которая раньше была, наш 19-18 век. На балу чествуют тех, кто внес огромный вклад в развитие литературы в Самарской области и вспоминают, чем запомнился этот год. Это был год, когда мы с вами все снова взяли в руки книги и получили от этого самые незабываемые удовольствия. Я думаю, что год литературы закончится, но мы все с вами продолжим читать и научим читать наших младших друзей. Мы гордились тем, что мы самая читающая страна мира. Сегодня мы хотим вернуть это наше место в мировом сообществе. Весь год в регионе возвращали моду на чтение. Именно Самара стала библиотечной столицей России. В мае прошел большой форум, который собрал более 2000 участников со всей страны. Областная библиотека отметила 155-летие. За это время появилось много интерактивных площадок. Например, библионочь, когда читатели ради любви к классике не спали. Всем любителям литературы министр образования передал поздравления от губернатора. Русский язык и литература – это наше общее достояние. То, что объективно способствует единению россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы обязаны сохранить эти неприходящие ценности для будущих поколений. Бал литературных героев завершил год литературы и передал культурную эстафету 2016 году кино. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губерния.